приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги приветствую чашечка кофе у меня сегодня чай ну я думаю кофе тоже можно выпить и сок и воду и кефир простоквашу тоже можно присоединяйтесь мои хорошие какие у нас новости с вами что у нас мир это творится ну вообще-то творится вообще-то творится наверное такие самые яркие новости что сегодня 4 апреля состава нато вступает финляндии чем я собственно ее и поздравляю вот скажем в компании лидером разных европейских стран вот еще и я поздравляю финнов финны я не знаю смотрит ли меня кто-то финляндии но я вас поздравляю это верное решение вы к этому так это быстренько и удачно пришли супер кому-то не так везет для кого-то эта дорога дольше но вы молодцы вам повезло так что вот так видите и турция и венгрия уступили чего и следовало ожидать несомненно вот пожалуйста литва поприветствовала финляндию польша поприветствовала кстати 31 член нато 31 член нато вот как я вот не в курсе было сколько там члена вот теперь мы будем знать до 31 32 на подходе да но я думаю что мы интересно мы станем тридцать третьим или нет вообще прикольно там 33 так ну что все неплохо все неплохо все идет по плану да ну теперь у россия сколько 200 километров до 200 километров до границ нато ну наверное все по плану именно с этой целью и начиналась спецоперация россияне именно так нато приближается эти на ты такие на ты эти знаете ли опасные женщины эти на ты да 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 прелесть просто знаете какие еще новости миленькие бывший глава цр цру между прочим центрально-разведывательное управление которое америке понимаете это вам как это как мне писали знаете когда я сделала расклад что путина один конец один и он знаете там туда в сторону гробовой доски но мне все вот наезды на меня понимаете на езды ты кто такая гадалка чем ты лечишься чего не лечишься общем куча претензий понимаете какая же я гадалка я ж не гадалка я ж просто вижу вижу что вижу то пою что ну как ты пойдешь против вот если они посмотрите вот творить вот смотри сейчас колоду перевернула там башни вот ну поймать но если вот они говорят ну как как ты можешь пойти против того что вселенная говорит пожалуйста вы мне не верили так смотрите вот пожалуйста бывший глава цру между прочим джеймс олсан считает считает что вероятно патриотические россияне сами уберут путина от власти и вероятно могут его даже утилизировать как мусор ненужный да так это между прочим глава цру вот попробуйте его назвать гадалкой который не лечится вот попробуйте расскажите главе цру это пойма бывших вот црушников не бывает как и кгбист вот пожалуйста джеймс олсан вот к нему все вопросы видите но заметьте я была первая забавная конечно сразу все блокирую всякие разные вот такие знаете всю эту фигню которую пишут россияне там линии россияне не знаю я так понимаю россияне скорее всего потому что весь остальной мир просто радуются таким прогнозом вот ну я не знаю помать им какие-то странные люди неужели вы сами не видите неужели вы сами не видите неужели вы настолько слепые глухие пристукнутые понимаете там своим триколором зетка это неужели вот вам повылазило неужели вы вы же сами должны видеть к чему идет к развалу вашей руси не вашей страны что идет как раз так минутку что идет как раз дело как раз к утилизации вашего путлера но это же бывает это всем всему миру видно вам не видно к откуда такая наивность так что хорошие новости да на то уже не у порога она тоже практически посреди комнаты и до 200 километров мои хорошие что такое 200 километров слушайте ну вот это вообще пешком 200 километров это так два часа на автомобиле до по такой средней паршивости трассе а если какому-нибудь самолетику интересно какое время подлета время подлета теперь ракеты не интересно минута меньше какое время подлета сияние какое теперь время подлета от на то я думаю очень быстро все так как-то так чем новости хорошие мои хорошие новости хорошие новости не могут не радовать понимаете просто не могут не радовать такая история ну что ж давайте по вашим вопросам тогда пройдемся давайте по вашим вопросам зачитаю что вы мне пишете так ну вот чудесный енот в днепре наталья поляны тя наташа прикольный у вас ник ну пока в днепре пока в днепре но он он как бы в продаже продажи но его забрала девочка которая занимается у меня сейчас помогает мне щенков продавать европу поэтому я бы сказала что енот в поиске семьи вот так наташа пожалуйста посмотрите будет ли удар по польше из беларуси старт нам пришел гости ну вот кстати вы видите по поводу польши до обостряется эта ситуация помните мои хорошие был как-то расклад у нас про польшу а что угроза то будет польше причем реальная угроза прямо знаете такие прям вот очень очень агрессивные карты были на польшу мне кто-то еще писал наташ так что это будет война с площадкой агрессивный в карте это не факт война но это прямо конкретные угрозы да это когда прямо в воздухе агрессия до угрозы это прямо вот это же энергии карты то не шанель ющи ты вот и вот такая вот прям энергия такая очень ударственная вот она к тому идет да и от беларуси на раскладе да помните расклад беларуси было до что как бы агрессия на две стороны на две страны до от россии именно на польшу вот им польша поперек горло стоит но будет ли удар конкретный ну давайте попробуем будет ли удар по польше будет ли удар по по польше будет ли удар по польше из беларуси колесница ведь как бы техническая подготовка да карта говорит о технике техника техника скорее всего нет но смотрите технически готовятся да но это такая большая афера понимаете то есть они могут нагнать технику подготовить пугать да все приготовить но видите украденное оружие украл убежал ну и там это афера это афера я думаю все оружие будет собственном доме вот эти ракеты видите вот они эти ракеты но они в собственном доме скорее всего это афера понимаете вообще с этим хранилищем беларуси с этими ракетами то вообще большая афера вот есть ощущение большой аферы я не думаю что там беларуси будут настоящие ракеты, действительно, ядерные, хранится тактически, нетактически, там что-то не то, понимаете, не получится ничего, но угрозы эти, конечно, очень конкретные, конкретные, понимаете, вот я вам скажу, вот Лукашенко, он, конечно, дурак, он, конечно, хитрый, факт, хитрый, показывает события, что он очень хитрый, но, знаете, у него уже была возможность выпутаться из этой ситуации всей нехорошей, а он вгрузает только глубже, он прям вгрузает, мало того, он и Беларусь подставляет, он конкретно подставляет Беларусь, просто кто-то может не понять эти шуточки, да, вот эти все понты и просто лупануть по Беларуси, я вам хочу сказать, что превентивно, да, потому что, опять же, вспоминая расклад по Беларуси, я тоже помню там не слабые мечи, башни, да, и мы говорили о том, что в Беларуси все-таки есть вероятность, что тоже отыграется карма, потому что уж как-то такие, ну, напряженные были карты и вполне могли быть какие-то разрушительные там события, удары какие-то, взрывы, да, что-то такое, такая энергия присутствовала, ну, дай бог, что это только по каким-то аэродромам, военным объектам, но понимаете, вы же понимаете, ничего хорошего в этом нет, война, она и есть война, да, и военные на этих объектах тоже чьи-то мужья и дети, как бы там ни было, так что, конечно, Лукашенко играет в опасные игры, в очень опасные, но дело в том, что, понимаете, все равно события должны случиться, и если мы говорили, что когда Лукашенко проявит некую агрессию, он заиграется, да, он станет агрессивным реально, вот тогда это будет сигнал к тому, что приходит его конец, вот тогда уже действительно он получит эту свою башню, да, то есть чем больше он проявляет агрессию, тем ближе его конец, ну, вот это факт, вот то, что я вам могу сказать. Пока что реального удара по Польше, я думаю, не сложится, почему, потому что это фарс, который, ну, либо вовремя у них украдут это оружие, да, либо они сами, это понты какие-то, понимаете, вот тоже вариант, так что будем надеяться, что все это за водой идет, вся эта идея. Евгений спрашивает, сейчас пишут в российских новостях, ВСУ скапливает армию в Харьковской области, будет нападать на Белгородскую область. Ну, что тут скажешь? Я думаю, это возможно, не только на нее. Мы же с вами делали расклад, и я вам сказала, по контрнаступлению скажу, когда уже начнется. Дело в том, что очень вероятно, что это не только в одном направлении контрнаступление-то будет. Да. Знаете, Россия не готова держать удар в разных направлениях. Ну, придется столкнуться. Придется. Нравится, не нравится. Мы помним, мы помним, да. А память у меня хорошая, да. Пусть готовятся, все правильно скапливают. Конечно, скапливают. И технику подгоняют, готовят. И вооруженные силы готовятся. И учения проходят, и подготовку проходят на Атовскую. Конечно. Да, да. И бегите меняйте трусы, пока не поздно. Именно так. Ирина Шевченко пишет. Сегодня пришла в перукарню и показываю фото ваше, чтобы сделали подобную зачистку. Как у Наташи запитывает мастер. Ну, да. Надеюсь, вам, Ира, понравилось. Вы не разочаровались. У меня в этот раз как-то не так удачно. Сложнее укладывать, и не пойму. Ну, в принципе. Ну, мне кажется, это на основе пикси. Вот что-то такое на основе пикси, но со своими вариантами под каждое лицо. Да. Ну, вообще забавно, да. Я по Наташи. Интересно, у какого вы были мастера? Где вы, Ирочка Шевченко? Откуда вы? Просто где такие мастера, скажите мне? Ну, прикольно, да. Нина Феерия пишет. Добрый день, Наташенька. Канал Нас.Инфо опубликовала информацию, якобы залуженного хотят поменять на сырского. Как карты ваши видят эту ситуацию? Наш главнокомандующий нас устраивает. Ну, мои хорошие. Во-первых, канал Нас.Инфо. Это такая, знаете, большая надутая утка. Потом, что ждет залуженного, я расклад сделала. Залуженного ждет рыцарь мечей. Активные действия. Туз Жезлов. Новый проект. У залуженного движуха. Еще какая в скором будущем? А вы еще и по справедливости. А вы говорите, поменяют. Никто никого не меняет, мои хорошие. О, туз Пентакли. Ну, что следовал ожидать? Все будет хорошо. Все будет хорошо у залуженного. Не стоит волноваться. У залуженного много дел. Всякую ерунду пишут специально. Но это не значит, что нам нужно все подряд читать. Писать могут все подряд. Читать все подряд не стоит. Так, здравствуйте, Наталья. Сейчас пишут в новостях. Финляндия уже вступила в НАТО официально. О чем мы с вами, собственно, и поговорили? Несомненно, да. Сегодня, 4 апреля, Финляндия официально вступила в НАТО. Стала ее 31-м членом. Аллилуйя, Финляндию поздравляем. Наташа пишет. Россия будет вынуждена принять меры для купирования угроз по нацбезопасности. МИД РФ о членстве Финляндии в НАТО. Ну, так это интересно. Будет вынуждена принять меры для купирования угроз. Это знаете, какие меры принять? Закрыть свой рот и сидеть на попе тихо. Вот это вам все меры по купированию угроз. Да, Финляндия член НАТО. Совершенно верно, Наташа. Да. Евгения Гил пишет. Из Вести опубликовали заявление американского эксперта о возможной причастии МОСАДа к ликвидации военкора татарского. Слушайте, вот интересно. Жил себе гомном мелким, да, этот военкор типа. Вот гомном. А помер, гляньте, какую известность получил. Все обсуждают, кто его убил. Да кому он нужен? Какой МОСАД? Я вас умоляю. Это, знаете, слишком ничтожное вообще, как бы, такое существо, чтобы на него еще МОСАД вот этот тратил свои силы. Да, и свои убрали. Свои разборки. Свои разборки. Вчера утром за ним вслед ушел в Мелитополе Максим Зубарев. Ну, я так понимаю, Максим Зубарев это какой-то там смотрящий, да, над Мелитополем. Но, я не знаю, по-моему, он там как-то критично ранен был. Живой? Вроде живой, да? Или уже все, или уже все, не живой. Ну, в общем, мои хорошие. Аминь. Аминь. Вот тут, туда же. Там еще, я сначала не поняла, кто такой Максим. Помните, там еще был такой Максимка, который там в ТикТоке снимает пророссийские. А то Максимка, готовься. Ты понял, да? Максимка он? Ну, в общем, если не Максимка, тоже готовься. То прям у меня, прям тебе личное. Так. Хель пишет Сет, вы еще пусть спасибо будете говорить за то, что разрушил РФ. Ну, вот в этом что-то есть. Да, вы правы, он действительно разрушит Россию. Но он разрушит. Разрушит, и он ее уже разрушает. Эти процессы уже невозможно остановить. Да. Так. Так. Новоюрідна племінниця Анна Цивілєва. Чи так це, и что же вона за фрукт? Знаете, я как-то так цікаво. У всех раскладах випадает какая-то женщина. И это уже не один раз так вона випадала. Вона у меня завжди поруч. Вот саме так. Завжди десь поруч женщина. Так. Есть такое. Знаете, або то женщина, або то людина с какой-то женщиной, або профессию, або энергию. Теж можливо. Падает. Ну, понимаете, чтобы на ней саме зробить розклад, треба ее очи. Мне треба ее бачить. А ну, а если мы попробуем, Анна Цивілєва. Если мы попробуем пошукать, может быть какое-то фото. Сейчас попробуем. А вот. Ну, я каось вышла, дивиться. Председатель Госфонда Защитники Отечества Анна Цивілєва. Путин назначил родственницу главой Госфонда. Ага, вот это она значит, да, родственница? Угу. Ммм, жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивілєва Анна, двоюродная племянница президента Владимира Путина. Ага, мои хорошие, так мы ее нашли. Сейчас посмотрим. Нашли. Жена губернатора Кемеровской области и тайная племянница Путина. Ага, ну вот она. Вот интернет страшная сила. Итак, об этом говорится в расследовании издания агентства. Журналисты также выяснили, что при переходе на госслужбу супруг передал Анне свою долю в одной из крупнейших угольных компаний в России «Колмар». Как утверждают авторы расследования, девичья фамилия Цивілєва Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ. Родилась Анна в Иванове, а ее отец двоюродный брат президента России. Ну давайте посмотрим. Анна, фото есть. Давайте, Анна. Анна, имеешь ли ты отношение к Путину, Владимиру Владимировичу? Анна, имеешь ли ты отношение к Владимиру Владимировичу Путину? Анна. Имеешь ли ты родственную связь, мои хорошие? Думаю, да, смотрите, один дом, одна семья, видите, четверка жезлов. Карта дома, карта рода, семьи. Думаю, да, кстати, да. Оказываешь ли ты ему помощь, поддержку? Оказываешь ли ты ему помощь, поддержку? Король кубков. Король жезлов. Людей, много людей. Каких-то общих людей. Колесница. Ну, скажем так, она чем-то управляет. Она управляет, через нее управляются какие-то мужчины. Управление идет какими-то мужчинами, какими-то людьми. Через нее передаются какие-то приказы. Также имеет она какие-то финансовые, через нее идут какие-то финансовые пути. И по справедливости, видите. Да, она влияет, несомненно. Она влияет. Ну, такая правда, получается, да, есть в новых дорогах. Да. Какие-то денежные дела через нее, видите. Как будто бы какое-то влияние на каких-то королей еще. Конечно. Повязана она. Повязана с его делами. Да. Анна, помогаешь ли ты Путину, как вопрос-то задать. Кто ты для него? Что ты для него делаешь? Что ты для него делаешь? Что ты для него делаешь? Она, видите, королева кубковая возле него. Ну, возможно. Возможно. Она же должна быть возле своего мужа. По королю мечей с разбитым сердцем. Смотрите. Восемь жилов. Иерафант. Ага. Ну, я не думаю, что это та женщина, которая нянчится с ним, если честно. Да, вот если вы думаете, что возле него постоянная сиделка, да нет. Нет, да, она, конечно, дама в его окружении, несомненно. Но здесь она, скорее, знаете, просто поддерживающая сторона. Ну, я не думаю, что она прямо там у изголовья его кровати. Оказываешь ли ты ему помощь, не пойму. Вот, понимаете, оказываешь ли ты ему какую-то прям конкретную помощь физическую, да, вот как сиделка. Нет, как сиделка она не сидит возле него, нет. Это не то. Но через нее, вот, по справедливости, помните, через нее крутятся какие-то дела государственные. Вот все, что касается по закону. Вот все, что касается законов, она где-то с какими-то королями ведет дела. Вот с королем мечей, с королями ведет, с иерофантами ведет дела. Так что, конечно, да, такая дама, видите, она существует. Он благодаря этой даме своей ведет какие-то дела по справедливости, государственные дела с какими-то королями. То есть она такой некий, да, этот, передатчик, да, понимаете меня? Чтобы не было непосредственного контакта, да, через кого? Через доверенное лицо, через доверенное лицо. Контакты с королями через доверенное лицо, через нее. И финансовые дела через нее какие-то тоже. Ну, сказать, что она там его прям, понимаете, сиделка откачивает и все такое, нет, это не тот вариант. Это не, 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 тут не физический контакт, тут именно вот такой свой доверенный человек. Но то, что они из одного дома, ну, как из одного рода, да, получается действительно, правда. Да? Видите, ей принадлежит крупная угольная компания, да? Родственница, да, такой ответ. Доверенное лицо. Так, мои хорошие. Ну, что? Я думаю, что основные ваши вопросы мы разобрали. Ну, вот Татьяна Волкова пишет. Вадим Новинский теперь священник в Цюрихе. Какое его будущее? Дело в том, что кто такой Вадим Новинский? Ну, давайте Вадима Новинского глянем еще, ладно. Сейчас я его загуглю, кто такой. Мои хорошие, вы мне часто задаете такие вопросы, я не знаю этих людей. Российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат армянского происхождения. Это про него? Олигарх. Ага, вот. Новинского заметили в храме РПЦ в Швейцарии. Вот это, наверное, про него, да? Провел богослужение в церкви РПЦ. Экс-нардеп Новинский был замечен. Вот это, наверное, про него. Ну, давайте. Давайте сейчас отвечу на ваш вопрос. Итак, экс-нардеп Новинский был замечен в Швейцарии, бывшего члена партии регионов и представителя ОПА Блока Вадима Новинского заметили в швейцарском городе Цюрих. В воскресенье 2 апреля он совершил воскресную службу в крупнейшей русской православной церкви города. Ну вот, на минуточку, чтобы никто не сомневался, да, чтобы никто не сомневался, кто такие эти священники в русской православной церкви? Кто они такие? Ага, кстати, эту церковь освещал глава русской православной церкви Кирилл Гундяев. Какая прелесть! Новинский рассказал, что сейчас нигде не живет. В Швейцарию приехал из Германии, а в Германию из Украины шел пешком и ехал на машине, летел самолетом, прям на крыльях любви. Ага, на вопрос, чем он занимается, ответил, что работает на мир в Украине, моя птичка. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать бывшего наместника Киева-Печерской лавры лебедя пока не планирует. Да, слушайте, боже. Ну, хорошо, давайте. Вадим Новинский на этом как бы сегодня закончим. Давайте. Итак, Вадим Новинский. Вадим Новинский. Тут фото есть его. Ой, какая прелесть. Скажите, пути Господни, понимаете, просто неисповедимы. Просто неисповедимы. Вадим Новинский. Пешком бедный шел и на самолете летел. Вадим Новинский. Пешком он шел. Ну, и куда ты дойдешь? Куда тебя заведут пути Господни, Вадим Новинский? Куда тебя заведут пути Господни-то? Куда? В королеве кубков заведут. А королева заведет в тупик пока что. Ой, в тупиках, смотрите. В тупиках он подвешенный. В общем, пока что как-то у Вадима Новинского, видите, дороги ведут его в тупики. Ага, император. Ищет он себе поддержку от императора. Видите, от какого-то, от императора, да еще и от короля Пентакливого. Ага, поддержку, поддержку ищет. Смотрите, сколько еще король жезлов. Прибивается, хочет прибиться к каким-то влиятельным людям. Там к влиятельным людям, структурам. Но только башня ждет его, смотрите. Эти люди-то ему ничего хорошего не принесут, потому что башня его ждет. Башня. Шанс у него был, а он пошел другим путем. У этого человека был шанс, а он пошел другим путем, понимаете. И придет он, к смерти он идет, мои хорошие. К смерти он идет. Ну, физическое, а не физическое. Но, понимаете, придется ему, о, 10 жезлов, будет это 40 лет бродить по пустыне, по пустыне Цюриха, мои хорошие. Ну, что вам хочу сказать. Я думаю, что здесь в данном случае, как политика, как какого-то олигарха, его дорога закончена, пожалуй. Потому что, если он еще и продолжит свой путь житейский, то по смерти. А по смерти это значит совершенно по-другому. А все его попытки вот эти найти какое-то покровительство от каких-то королей, понимаете, всяких разных, да, они все закончатся провалом. Башня. Так что Новинский, знаете, ну вот так, 40 лет по пустыне. По смерти. Перспектива у него от королей башня, а дальнейшая его дорога по смерти. По смерти. Какие-то колоссальные перемены. Колоссальные перемены. К прошлому не будет возврата. Как политика, к олигарху он в прошлом. Вот это однозначно я вам скажу. Ну, а так, ну, пусть служит службу. Тоже дело. Лишь бы в Украину не лез. В общем, ну, ничего хорошего, конечно. Вадим Новинский. Что же тебя ждет? Что тебя ждет? Вот, он, две карты. Ожидание. Вот он с кем-то, с кем-то разговоры разговаривает и ждет решения по своему поводу. Что по нему решат? За границей. Острое решение. Будут по нему принимать. Вот по нему будут принимать острое решение. Но, кстати, еще пока не скоро затягивается решение. Решение будет мечевое. Мечевое. Пообещают чего-то хорошее. Солнце, какой-то выход пообещают. И даже, может, что-то начнется. А все пойдет иллюзией. Ничего не сложится. Обещания свои не смогут выполнить. Не иллюзии. Ну, все у него прахом идет. У Новинского. Бороться еще может. Ну, видите, вот, чтобы сказать, что он прямо убьют его, вроде как я не вижу. Но все прахом. Все прахом обманутый везде. Ну, может, он и найдет себе прибежище в церкви. Потому что я вот у него вижу, знаете, как новая семья. Новая семья может быть действительно при церкви. О, пожалуйста, и жрица. Понимаете? Я что говорю? Может, действительно при церкви найдет какое-то успокоение. Потому что, видите, как новая семья в итоге у него со жрицей. А тут, знаете ли, либо новая семья. С любовницей. Либо новая семья. Как бы с Духом Святым. Да? Вот с церковью может быть вполне. Так что, видите, если он решил в церковь удариться, в религию, то он, возможно, возможно, там и останется служить. Тоже как вариант. Ну, знаете, он как нашел временное прибежище и ждет решения какого-то, ну, относительно него решения. А решения не будет. То есть оно будет, но он обманется. Все равно ничего не выйдет, все иллюзиями пойдет. Так что, может, при церкви там и останется. То есть, ну, понимаете, у него жизнь начинается с нуля, по смерти. Полная трансформация его пути. Ну, такая история. Такая история у этого Вадима. Так-то, мой быть. Вот так, мои хорошие. Ну, что ж, люблю, целую. Всегда вас жду в гости. Приходите на канал. Спрашивайте что-нибудь интересненькое. Будем расследовать. До новых встреч.